программа из глубины ну хлопнуть у нас тут принято хлопать погромче хлопнуть окей значит сегодня мы встретились с лидером группы диафрагма просто чтобы рассказать что за группа диафрагма вы начали играть уже получается 10 лет назад ну смотри если рассматривать когда вообще я начал играть ну начал я играть еще в конце 90 начало 2000 годов это было 15 лет ну ты увидел как там пацаны во дворе да там терзают гитару там мои знакомые да там ребят там покажите пару аккордов вы показали там вот уже какие-то первые песни начал играть но это никакая не группа нет это тоже никакая не группа это был чистого когда-то я сам осваивал гитару 15 лет да потому что да и ну как и все осталось и чески да у меня было классическое развитие как у большинства музыка она как бы под впечатлением чего впечатление чего раньше вообще изначально до этого да то есть ну там 90-е годы музыку я так ну звучало как-то фоном я особо не слушал и не не выдавался когда в подробности что это играет как очень сильно ну опять же может быть сейчас я скажу довольно банальные вещи вот но мне вообще понравилось честно признаться когда вот ну помню ехали в поездку с ребятами с классом вот мне дали послушать группу король и шут если честно я прям 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 бы не настолько понравилось что а потом я так стал думать отчет у ребята казалось бы обычно ребята да играют ну уже тоже на так можем и вот я начался так скажем мой путь и вот вот поначалу на акустической гитаре потом ребят взял электрогитарный то компьютер появился впервые я к там подключал компьютеру что-то писал какие-то первые свои песни это выпустим опустим но и вот 10 лет назад вы собрали состав диафрагма группа диафрагма да как раз название откуда так название честно это неплохое название название спасибо насчет название честно признаться как у нас в качестве облик бывает обычно начали придумывается что-то такое а потом уже все это дело подгоняется поднял какая-то база ну в данном случае я не знаю откуда взял не помню честно то ли во сне кто ли что-то как привиделось не помню уже но диафрагма по-моему мне показалось очень таким четким хорошим названием да то есть ее ни с чем не спутаешь потом уже что-то как-то само уже придумалось то что диа типа жизнь там в переводе с какого-то языка там фрагма это фрагменты то есть фрагменты жизни запечатлены как на кинопленке то есть да как на музыка о жизни о стране его человеке живущим живущим с в в живущем в этой стране за 10 лет вы записали получается все один альбом лучше так получилось да мне даже стыдно за этот факт на самом деле но к сожалению за десять лет у нас всего лишь один альбом но мы пробухали конечно или что или скажем так у нас была очень большая текучка во первых много факторов одна из коту один из которых было очень большая текучесть кадров то есть постоянно группы там ребята уходили там приходили и оставался как бы вот второй вариант может быть не очень серьезно я относился ко всему этому то есть я не как-то не верил что что-то получится поначалу когда все это начиналось естественно думалось что ну так да вот поиграть потом не знаю как дальше пойдет там ну просто хотелось играть не думал о том что какие-то там завоевывать верха да и прочее не думал сняки фестивалях а вот как видишь вышло что вот буквально почти уже да месяц назад отыграли на фестиваль доброфест на который мы тогда уже только мечтали попасть как тут уже видишь прикольно поздравляю спасибо логотип кстати то рисовал с логотипом очень интересная история логотип рисовал его мой друг художник вот я потому что художник не просто художник художник занимался художник изначально вообще это был круглый логотип то есть вот если зайдешь группу и увидишь там не обложку группа а иконку саму этот момент как он следующему там ну да там как раз будет круглый логотип вот его рисовал мой друг как раз таки вот причем нарисовал мне буквально мы живет этажом выше меняем задыбуток и пиво куда-то он мне это сделал а дальше уже наш ба наш басист он тоже в этом деле разбирается он там это надо круг убрать это подвинуть это сделать выставить вензель очки получился логотип в принципе округу это у вас никто там не прикапывал что типа там на клаврат похож там там уже понятно что это фрагма где диафрагма створки ну а кто его знает сейчас 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 уже народ сейчас могут да я знаю сейчас к этой всей стимволике это тем более даже можно присесть насколько я знаю там вот мы стараемся как бы ничего такого не стараться не использовать запрещенных символов там врачи вот по поводу а по поводу вот этих вот именно логотипа на альбоме которые да тут весь размазан это опять же просто взяли тот же логотип и обрисовали как-то и вот так сделали такие драные куски как дранина получилась такая как будто кисточкой намазали до художник он же вам рисовал еще также и сама обложка разные да да это разные люди вот обложку сингла обложку альбом это нам делала все девочка из города кемерово это вообще там то есть с разные люди то есть это получается уже у вас какая-то такая тусовка но в какой-то степени тусовка наверно да но как мне есть ну да тусовка то есть опять же кто-то кого-то советует вот в тусовке всегда музыкантов то есть я спросил да там своего допустим гитариста который там у него очень большой круг общения слушай помоги найти художника когда там этот знакомый рисует этот этот это то есть это естественно везде в любом кругу и так и на есть у вас получается что основной жизненный путь команды цикла это череда таких вот фестивалей ну фестивали концерты да естественно да ну опять же альбом сейчас записали сейчас уже пишем второй потому что мы его фактически 8 лет вообще ничего толком не занимались не делали вот так вот как там демку там сделает потом состав разбивался за заново собирались где репетировать опять же искали место а вот именно конкретно продвигаться так уж чтобы целенаправленно там вот мы решили вот именно в каком она в году в шестнадцатом конце шестнадцать начало семнадцатого года то есть это новую новая волна уже получается потом пошла как думаю что надо на скорее все так она и сейчас же получается еще есть как бы движуха на фоне рэпа то есть рэпа дарит серьезного пуля рутов скакнул развивается опять же как мне кажется мы пришли понимание того что основной двигатель прогресса музыкального андеграунд но творческого это тусовка когда она вот есть согласен соответственно нужен нужно как-то громко о себе заявить батлы рэп батлы постоянные перепалки друг с другом они поднимают аудиторию потому что всем все интересно вот это вот кто 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 где на кого насрал попорылые дети по ноздри в говне набирают говно в рот и друг друга плюются кстати знаешь такого сергея табачникова может быть слышал вот кстати он ну то известно такой тоже гитарист он играет инструментальную музыку он устает гитарные батл батлы это уже после утра батлов на фоне этого он начал делать москве гитарные батлы точно такие же вот это вот интересно кстати да вот этот движ но это получается что банки они можно сказать как бы подхватили что ли эту тенденцию сейчас же получается основная панк-движуха это значит кто в каким ирокезом кто как бы у кого он лучше поставлен кто тру кто не тру кто там разбирается больше в анархии и если ведь надо есть говно или не надо есть говно соответственно туда же берем относим националистические там правый левый идею вот это это не если этот заимствование у раперов вот этот фишка батлов батлы не участвует я лично в этом не участвовал нам принципе обычно по барабану там как бы да у какой какая цвета кожи у человека там какого он там вероисповедание но какой какой длинный ракет насколько длинный ракет это тоже абсолютно без разницы он его может в принципе не быть как бы да вот нам главное просто сами люди на как тебе сказать по этому вопросу мы никогда не загонялись по этим вот по всем движухам да то есть по конфа антифа это вообще не понимаю то есть люди пытаются как знаешь ну пытается найти какие-то различия друг в друге из-за этого происходят эти столкновения стычки батлы а мне кажется все таки ли человек должны люди должны искать то что их объединяет потому что все таки мне кажется созидание это вот как бы тут вот красота среди дань это true а вот это вот разделение это не труб как бы в ваших текстах вашей подачи есть какая-то идея тоже почему панка читать протестное все-таки движение против ну конечно да естественно по поводу текстов группы я это вопрос именно это проект про это да да конечно по поводу текстов группа могу сказать то что у нас такой по тексту получается под по текстам наших песен социальный панк-рок вот ближе такую панк-рок социальный к ну это понятно именно в данном ключе да то есть либо про говно из какашки два варианта про говно вас точно нет конечно же да потому что про говно просто нет неинтересно понятно да про вас какие-то проблемы нашего общества я конечно понимаю что сейчас многие могут сказать что вот мол многие про это уже говорили те же порнофильмы и те же там группа йордж но мы хотим это сказать своим языком так как мы это видим так как мы это ощущаем так как мы это понимаем ну лично вот на мой взгляд я думаю вот это более правильно будет то есть выразить свою позицию со своей точки зрения своими средствами то есть у нас же даже по музыке но не сказать что как порнофильмов допустим оснастно из там гитара там более жестко вас она помягче сделана там уже больше такой упор на текст более упор там на какие-то там лёня придумал нам гитарист нашей группы до мультиэффекта там сделал то есть мы старались как-то музыку все-таки сделать музыку яркой такой разнообразной довольно как показалось у вас даже есть некие отголоски такой прекрасный как на мой взгляд групп брэйнсторм например хотя брэйнсторм возможно и они легкие они легкие но это же не обязательно включать там типа супер дисторшины чтобы это конечно да но все-таки конечно мы решили что на на следующем альбоме будет чуть пожёстче на сделан более такую сторону гитару ну как в сторону да в сторону джи джи как говорится так вот как среди вот и да в сторону джи джи чтобы потяжелее там как бы чуть-чуть вот планируем и следующий альбом делать именно таким вот на записи сколько гитар на записи сколько гитар если честно вопрос немножко не проконтролировали они то нас писал ну там где-то там две где-то три возможно гитары и такси так я но и месяца один человек методом наложения да да нет естественно у нас гитара группе одна поскольку на концерт на концерте в одну на гитару к сожалению но опять же сейчас у нас в группе не играет сейчас у нас другой человек пришел который более подкован как была не гитара потому что с нами от играл басист который в принципе там как бы он с нас с нами играл гитарист который басист в другой группе он принципе басист просто но он таким способом как сессионный музыкант он там да такой как бы да вот мультиинструменталист но опять же всего по чуть-чуть но как бы хотелось бы конечно нам более плотного звука все-таки который он уже не сделал надеюсь что вот следующий альбом будет более жестким у нас ну и все-таки мы поскольку там вот очень ноги упрекли нас за то что мы как немножко политику ударились да там нет нет это мы отойдем чуть-чуть оттуда и больше нагубимся в социальную сферу да там больше про людей все-таки будут песни то есть подальше от политики больше в сторону жкх до типа то да сторона жкх в сторону там ну разных организаций других остальных там государственных я не знаю как там в лондоне я не была а у нас управдом друг человека хорошо напоследок наверное так вот кратко как бы то что всех всегда волнует в команде это ну то что как раз может быть объединяет и разделяет отношение к алкоголю наркотик наркотики однозначно нет то есть мы не потребляем алкоголь иногда ну поскольку опять же перед маска допустим на концерт какой-либо дам до концерта не не после концерта мы можем себе позволить немножко расслабиться на неделю например не нет мы особо не пьющие как бы да по поводу алкоголя как бы не все так равномерно ровно чтобы не пейте ну а вот в плане там поклонницы может быть что-то женщины бывает бывает поклонники может быть какие-то поклонники поклонники поклонницы на самом деле нет я к тому что не в плане из лишь туда ты имеешь ввиду вы с поклонницами как бы да бывает а с поклонниками ну там может быть там до стальных как куда там барабанщик все к мальчикам сюда прости не хотел вот сейчас вот нашумело в панк движениях заявление вот русланы гвозди у пургена о вот ну коллег по так звали цеху то есть это все к тому же к вопросу там true не true кто попс кто не попс вообще как-то относишься к этому заявлению и ну что это может прокомментировать грубого генови за уважал руслан гвоздем скажем так тоже всегда уважала слушал как бы да ну конечно понес кругу на самом деле ну на крупном фестивале как может быть хайпануть захотел как бы да у нас каждый хайпит как можно у нас порнофильмы хайпят то что они там не едут на нашествие пурген там всех нахуй посылает со сцены мы короче кричим что у нас водку надо барафесте спиздили у вас такое тоже было вот по поводу блин не очень не совсем правильная позиция потому что в принципе вершипенечисленная группа которую назвал там и порнофильмы элизиума я тоже принципе уважаю и люблю тараканы но его основной посыл то что люди работают на госдеп здесь он скорее всего имел ввиду чачу скорее всего который живет в сша там родительный дипломат и группа наив что мол там да там возможно живет большую большую часть времени в сша как бы да там приезжает сюда там на гастроли на концерта на запись сид но сид он из тараканов он насколько я знаю тоже сейчас не был опуск он жил не он жил в европе как бы да не здесь но если если возможности человека позволяют жить почему бы нет ничего пункта плохого-то особо не вижу да а те кто там элизиум порнофильмы порнофильмы дубнинские ребята они там всегда были я знаю или же в нижегородцы ну что тут вот остальные кого он заделся хают россиюшку ну не то что хает россиюшку просто хает группы которые принципе ничего плохого то и особо не сделали да ему и я имею ввиду эти персонажи со слов руслана россиюшку то понимаешь втаптывают в грязь втаптывают слушай ну как сказать если ну можно об этом принципе можно было об этом не петь но об чем-то запеть как говорится ну поскольку это принципе сейчас живут репещущие темы как бы если они людей интересуют то нужно получается об этом говорить участие на всякого рода фестивалях в том числе на большом количестве которым вы уже побывали и вообще как бы всю ту когорту всю толку как бы массу коллективов коллективов фестивальных обычно в сети уже как так повелось принято называть абрыганами кто говнари кто абрыган это разные как бы или это одно и то честно не разбираюсь в этих вопросах по поводу говнари абрыганов могу сказать то что наверное может быть абрыган как таковой человек в принципе не очень так лицеприятно выглядящая говна это как может состояние души не знаю может быть как-то так это вызвать говна изначально человек который замкнулся в этом мире да там кроме там арии там короля шута грубо говоря там там что еще металлики там просто таких топовую группу можно ничего не знает я не говорю что эту группу плохие группа хорошие то есть это и ария уважаю безусловно арию короля шута с него начинал собственно конечно же как же так кино да и там но другое дело когда он не хочет видеть ничего вокруг круг круг кроме этого то есть музыка то на ну и себя говнарям не не относите мы себя нет конечно не относим естественно ну по крайней мере мы говнари короче пьем ягу рожаем шнягу вот как раз но это так чтобы на самом деле человек просто замкнут тут замкнутся в этом мире да то есть не хочет воспринимать никакую другую музыку вот мое отношение к стиль нашествия если повезет может быть в следующем году поедем как получится поваляться в грязи вот это вот кучкуются хотя там тоже народу порядочного на этих на сетушках сидят очень-очень много ребят да нет скорее там очень просто поднялся большой хайп есть знаешь на эту тему как раз вот в сети вот в этом году там и порнофильмы и группа элизи мы еще какие-то группа которые отказались там да они сказали что мол мы не поедем нашествия тоже там танки вот ну мне на все-таки ближе я так подумал я изначально все меня проанализировал да там я другие мнения тоже послушал кто другие люди говорит да из других групп и понял что на все-таки на ехать надо на самом деле ехать надо чтобы потому что если не мы то кто об этом скажет что там эти танки про этот милитаризации про бурок никогда не был за войну рог с тобой против войны изначально то если вспомнить 69 год фестиваль в усть-ток в америке да да там были как бы солдаты там ну они опять же стояли там по периметру они охраняли фестиваль естественно без этих никогда но когда вот конкретно да вот это там стрельба какая-то год раздавалась там очереди какие-то автоматные там и опять же этот техника военная какая-то выставка непонятно для чего зачем как бы ну не делал на самом деле вот и в принципе я с некоторым про и с некоторыми из группы я согласен там с парнофильмами с организмом что они поехали непонятно что там другие команды мне кажется чисто ради хайпа но парнофильм в позиции мне вполне понятно и ясно им там делать нечего как они из-за этого а там остальные группы уже может быть просто на этом словили какую-то волну свою знаю но еще может группа дистемпер тоже которых уважаю вот ребята молодцы они там четкая такая антиврежная антифа не надо сейчас начнешь рекламировать группу квт и шринкну еще тебе придется платить а так это же хорошо надо шучу потом по это подрежем ну и желаю вам удачи и творческих побед программа из глубины